Давайте откроем Ефесянам 4 главе. Для вас что-то удивительное сегодня приготовил. Верю, что сегодня что-то очень важное произойдет в нашей жизни. В конце нас ждет вечеря. Ух, что за слово сегодня будет. Аллилуйя. О, помазание пришло, помазание. Хорошо. Итак, я узник в Господе. «И умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренно мудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Одно тело и один Дух, как и вы, и призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение. Один Бог и Отец всех, который над всеми, и через всех, и во всех нас. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Посему сказано. «Вошедший на высоту, пленил плен и дал дары человека. А вошел, что означает, как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли. Не сшедший, он же есть и вошедший, превыше всех небес, дабы наполнить все. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями, к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божьего, мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человека, по хитрому искусству обольщения, когда же закончится текст. Я все жду точку, а точки все нет и нет. Но истинную любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос, из Которого все тело составляемо, совокупляемо посредством всяких взаимно скрепляющих связей. И при действии в свою меру, каждого члена получает превращение для созидания самого себя в любви. Аминь. Ух, я дочитал, аллилуйя. Да, такой большой текст, такой длинный текст, объемный. И удивительная книга в послании к эфесянам, удивительная церковь, церковь, переполненная даров, переполненная славой, переполненная удивительных преобразований. На самом деле, эта церковь в том сезоне, она начиналась с небольшой группы людей, но со временем эта церковь стала в многотысячной церкови. За не очень такой длинный период, но эта церковь при служении уже Тимофея, она имела, ну по разным подсчетам, я слышал разные там исторические сведения, но одна из них, что эта церковь была около 60 тысяч человек. Вообще, города тогда были не очень большие, портовые города, такие мегаполисом считался город в 100 тысяч, это уже был мегаполис. По сегодняшним, если сегодняшние, это десятки миллионов человек, то в то время сотня тысяч людей уже было что-то огромное и большое. Вот представьте, эта церковь была многотысячной. Большое пробуждение, большое движение Духа Святого, невероятные чудеса, невероятные проявления Божьей славы в этой церкви. И вот апостол Павел, он пишет это послание церкви, и он говорит о том, что есть нечто, что всех нас объединяет. Есть что-то, что у каждого из нас одинаковые шансы и одинаковые возможности. Нам всем дано одна вера, один Господь, одно крещение, одна надежда, один Бог-Отец для всех нас и через всех нас. Получается, что уже ни у одного из нас нет никакой отговорки, что могло бы нам сказать, что мы чего-то не можем в своей жизни добиться или прийти к чему-то тому, что приготовил нам Бог. Потому что вера у нас одинаковая. Вера с апостолом Павлом, с любым верующим человеком, нам дана одна вера. Нет такой веры. Этому веру дам такую, которая чуть-чуть чудес сделает, у этого вера будет побольше, у этого вера будет поменьше. Нет, одна вера, Божья вера. Вера Божья дана всем нам, каждому человеку. Человеку рядом с тобой сидящему. Человеку, который только пришел в церковь. Человеку, который 10 лет ходит в церковь, 20 лет. Любому из нас дана одна и та же вера. Скажи, у меня та же вера. Я имею тот же дух веры. Я веровал и потому говорил. У нас одна и та же вера. У нас одна надежда. Нету такой надежды. Вот у одного больше надежды, у другого меньше. Это наше ощущение. Это мы так чувствуем. Но на самом деле тебе и мне даны одинаковые шансы и одинаковые возможности. Любой из нас может прожить эту жизнь и радоваться в этой жизни. И быть счастливым, и быть устроенным. И прийти на небо во славе Божьей. И пройти это поприще так, чтобы угодить Богу. Нет такого, что у одних должно получиться, а у других не должно получиться. Судьба одна. В том смысле, что судьба верующего одна. Это чтобы каждый из нас пришел в совершенство. Пришел в меру полного возраста Христова. Чтобы каждый из нас не был уже младенцем колеблющимся. Идея в том, чтобы мы все прошли эти этапы выживания. И пришли в ту зрелость, в то совершенство, которое Бог приготовил каждому человеку. Но чтобы во все это прийти. Когда Иисус был на земле, вся благодать была на нем. Иисус обладал всей полнотой благодати. И все, что помогало людям, это услышать слова Иисуса. Это чтобы Иисус к ним прикоснулся. Это чтобы слушать Его учения. Это чтобы находиться там, где Иисус проповедует. То есть, все было привязано к человеку Иисусу Христу. И вся благодать освободиться от бесов, исцелиться. Какие-то проблемы жизненные решить. Все приводило к тому, услышишь Иисуса, встретишься с Ним, переживешь Его, и твоя жизнь изменится. Вот так это было в одни из жизней Иисуса на земле. Но когда Иисус умер и воскрес, Он, надеснуя Отца на небесах, Он теперь невидимым стал. Его фактически, как тело, нету на земле, как человека. Но Духом Святым Он здесь, в виде семени, Слова, которое сеется в наши сердца. И теперь Иисус, Он может жить в каждом человеке. Теперь Иисус может быть в любом из нас. Но есть еще одна вещь, которая стала очень важной после того, как Иисус воскрес. Он решил, что Он наделит определенных людей. Благодатью быть апостолами, благодатью быть пророками, благодатью быть евангелистами, благодатью быть пасторами и благодатью быть учителями. То есть, благодать теперь Он спрятал в несовершенном теле человека. Он поместил секрет этой силы, благодати в тело человека, в человека, такого же, как ты и я. С его плюсами и минусами, с его характером, с его прошлым, с его настоящим. Он взял и спрятал это в плод человека. И получается, чтобы теперь благодать меня спасала и тебя, она находится, как в той сказке, в утке. А утка в зайке, а зайка там еще в ком-то. А вообще на самом деле все в яйце, а в яйце иголка. Ну что-то вот похожее. И вот представь, что-то, что зависит для твоего спасения, или все, что тебе понадобится, в определенных жизненных обстоятельствах, чтобы твоя жизнь перевернулась и пошла в гору. И перемены пришли, и благодать пришла, и чудеса совершались. Он взял и разделил это на дары служения. И назвал одних апостолами, других пророками, евангелистами, пасторами, учителями. И это то, что сегодня, в чем мы сегодня живем. Получается, чтобы мне быть спасенным, тебе быть спасенным. Бог посылает в нашу жизнь людей, наделенных и избранных Богом. И вот, что важно понимать. Когда Бог выбирает кого-то на определенное служение, Он выбирает не по сделанному или не сделанному. Мы все были избраны до сотворения мира. И это должно нам помочь, если ты это поймешь. У тебя уйдет предвзятость. У тебя уйдет эта человеческая оценка поведения людей. И ты научишься видеть божественное в людям. Скажешь, а что это такое? А когда еще ни одного из дел не было сделано, ни одного поступка, ни одного решения не было принято, люди были избраны не по делам, еще ни одного, ни хорошего, ни плохого. А Бог уже избрал людей. И когда и его избрание, оно было привязано к конкретным людям, и когда папа с мамой, твои, мои, каждого из нас, родители, решили, что у них будет дитя, отец из этого небесного избрания, в семя, при зачатии, в тот момент физического зачатия, но и происходило и духовное, он уже в тот момент, трудились его руки во чреве матери. Ты еще ничего не сделал, а его руки уже трудились, чтобы ты был тем, кем Бог тебя видит. И закладывались дары, и закладывался Божий божественный код, если так можно сказать. Закладывалась судьба и предназначение, и человек рождается, и ему кажется, что всем в мире правят, обстоятельства люди, родители, а на самом деле божественное предназначение приводит человека к цели Божьей и к тому, чтобы состоялось то, что Бог задумал для человека. Конечно, человека получается порой разрушить планы Бога, потому что есть воля, и Бог не создал нас безвольными существами и как роботы. Есть наше решение, есть наше согласие, есть наше послушание. Но Бог до того, как все появилось, Он заложил и сказал, этот человек, когда он вырастет, когда ему будет столько лет, в его жизнь придет слово от меня, и он начнет двигаться, как Божий апостол. Этот человек начнет двигаться, как Божий пророк. Этот человек начнет спасать людей, как евангелист. Этот человек будет пастором. Этот человек будет вот этим. Этот человек будет вот этим. И этот код в ДНК, духовном ДНК. А что такое ДНК? Это генетическая информация полностью о человеке. А есть духовное ДНК, которое внутри Богом заложенные дары, судьбы, судьба, призвание, предназначение. И он говорит, я активирую это. И в нем начинает просыпаться желание, побуждение. И вот тянет, пророков тянет в мистические вещи, апостолов тянет в строительные вещи, развитие, прогресс, подъем лидеров. И каждого человека куда-то начинает тянуть. И благодаря тому, что Бог начинает этих людей поднимать, Он начинает через них действовать, чтобы спасать, избавлять, совершенствовать, взращивать. Это не что иное, как благодать, спасающая меня от чего-то лжи. Чтобы ты и я, мы прожили жизнь, угодную Богу. Бог начинает через апостолов, пророков, евангелистов, пасторов и учителей наставлять нас на всякую истину, направлять нас на пути Божьи, чтобы уберечь нас от всяких вольностей, от всего, что не от Бога в твоем ДНК. Он дает им слово, Он дает им учения, Он дает им определенные действия, которые мы даже не сразу понимаем. Мы даже не можем врубиться, потому что мы смотрим на плод человека, а Бог спрятал благодать, спасающую меня, в тело человека, в ум человека, в его характер, в его поведение. Знаете, почему он так сделал? Потому что самый великий враг человеческой жизни это сам человек с его бунтом и непослушанием. А по природе водами мы все согрешили, и мы все бунтари против Богом установленной власти. А дары служения это не что иное, как Богом установленная власть. Сила его. И вот он взял и наделил этих людей, уполномочил их действовать от его имени на земле. И вот представь, он берет человека. Павел, у Павла были проблемы с определенными церквями. Они что говорили? В посланиях он строг. А когда он до них добирался, его там покалечили нормально. Представьте, его тело там, ему палками били, били по пяткам, и была такая пытка, было такое наказание. 39 ударов. То есть, человека держали за ноги, его привязывали, его ноги поднимали, и в район пяток наносились удары. И по сути своей, одно из самых ужасных вещей, которое может произойти, кость пятки дробилась. Человек не мог нормально передвигаться после нанесения таких ударов. Его ноги были искалечены. Он не мог нормально двигаться. Ему били по телу, там наносились удары. Его тело было измождено, как тело Иисуса. Поэтому, то, через что прошел Павел, из его тела, сделали что-то, что при виде, когда ты смотришь на это тело, ты думаешь, он мне что-то может сказать? Ты себя в зеркало видел? Ты же весь искалеченный. Ты кто вообще? И вот такой человек, поэтому они говорили, в посланиях он строг, а когда его видели, его тело, не было такое тело, знаете, физика была разрушена полностью. Он вроде и был выносливым человеком, но изнеможден от этих всех ударов, казней, которые ему пришлось претерпеть. И это была разница. Послания и его внешний вид не стыковались. Не было вот этой вот, ну, что, это он сказал? То есть, когда они его видели, это как про Самсона. Потому что, когда Самсона, на Самсона смотрели физически и слышали о том, что он может творить, они говорили, слушай, да, Лида, они заплатили огромную сумму денег. Он говорит, вычисли, в чем секрет его силы, потому что мы смотрим, плющавенький какой-то. Этот, этот человек может такое творить, он говорит, мы не можем понять, но они несколько раз пробовали с этим справиться, понимают, на нем есть что-то, а в чем его секрет силы, непонятно. То есть, его внешний вид и то, что внутри него не стыковались. Вот так же и с нами. Когда ты слышишь послание, а потом видишь человека, не стыковка. Нету вот этой вот, и потому что мы, мы до сих пор многие вещи еще по плоти смотрим. А чтобы жить в спасающей, в исцеляющей, освобождающей, продвигающей твою жизнь благодать, тебе нужно не смотреть человеческим взглядом, а тебе нужно научиться смотреть божественным взглядом. Чтобы принять эту благодать на свою жизнь, чтобы принять слова, которые будут исходить из уст апостола, пророка, евангелиста, пастыра, учителя, этих даров служения, когда они будут что-то в твою жизнь говорить, этим же словам поверить надо. Их же надо принять на свою жизнь. А чтобы их принять тебе, надо принять человека. И Бог дал нам такую формулу успеха. Сам Иисус сказал нам такие слова. Кто принимает тебя, Иисус Он сказал, кто принимает пославшего тебя, Иисус поворачивается к апостолам и говорит, кто принимает вас, тот принимает меня. Ну, в данном случае я говорю как от имени Иисуса. Иисуса. То есть принимать апостола, принимать Иисуса. Кто принимает Иисуса, тот принимает Отца, пославшего его. Это алгоритм. То есть принять апостола, пророка, пастора, евангелиста и учителя, это значит принять Христа. Это принять как слова Иисуса, так и принять слова апостолов. Принимая слова Иисуса, ты принимаешь слова Отца на небе. Вот такой был алгоритм победы, успеха. Так, примешь Его, примешь Бога. Ну ладно, с Богом понятно. Поэтому 2 Параллель Паминон, 20 глава, 20 стих говорит, «Верьте Господу и будете тверды, верьте пророкам Его и будет вам успех». Когда я верю Богу, это закаляет мой характер, это делает меня тверже, это дает мне фундамент, основу. То есть, когда я доверяю свою жизнь Богу, под моими ногами появляется камень. Я теперь не на желе стою, не на болоте моя жизнь. Я теперь стою на фундаменте, Иисус мой, краеугольный камень, моя вера в Бога, дает мне начало и фундамент всей моей жизни. Но для того, чтобы ты и я, мы прорвались и видели свою спасающую благодать, и видели продвигающую нас благодать, знаете, что Он делает? Он говорит, «Теперь верьте пророкам, людям, живущим рядом с тобой, из той же плоти и крови, что и ты, из той же школы, из того же двора. Ты знаешь их родителей, ты, может, знаешь их, какие они были, ты знаешь их темные стороны, добрые стороны, ты видел их жизнь. И теперь, вдруг, внезапно, эти люди, в один миг, через божественную активацию, через Божие призвание, потому что наступил этот день, сначала они жили просто как люди, а потом пришел день, и в их дух ворвалось семя, активации, теперь ты будешь пророком Божьим. Как к Иеремии пришло слово, пророком для народов поставлю тебя, а я молодой. Он говорит, пророком для народов поставлю, я для этого тебя создал, ты для этого появился на свет, и активация произошла. И теперь это уже был не просто молодой пацан, а это был пророк Божий. Я когда слушал, как в прошлом году на пророческой конференции Божий пророк говорил, Сергей Михеев пророчествовал Илье, ты будешь самый молодой пророк в России. Я смотрел на своего сына. Я смотрю на него каждый день. Думаю, вы прикалываетесь. Это же мне надо поверить, что он будет самый молодой пророк в России. А он пророчествует. И легко это делает, легче, чем я. И не боится это делать. Но при этом он пацан. Молодой. С определенными еще игривостью в жизни. Ему еще хочется торчать. Но при этом он пророк. И Бог взял пророческие слова, спрятал в этом молодом, и гривом теле. Вот таком вот. Вау! Я говорю, Бог, что за прикол? Когда он взял молодежку, я думаю, Господь зачем? Он говорит, я хочу молодежь научить почтению. Я говорю, в каком смысле? Ну так его же надо принять. В нем же надо разглядеть божественно. Я буду учить людей рядом с ним принимать божественное слово. И помазание принимать. И волю Божию принимать. И когда я слушаю сегодня, команда вокруг Ильи говорит, пастор Илья. Я думаю, А он же реально для них пастор. Они научились его принимать. Учатся этому. Не сказать сразу научить. Учатся его принимать. Когда я слушаю, как лидеры в чате пишут после того, как он служит, как мы все учимся в нем видеть. Вот в этом растущем организме, видеть, как расцветает божественная натура божественного пророческого служения. Все это же надо учиться видеть. Потому что Бог взял и спрятал в наши тела свои дары. Он поместил сие сокровища мы носим в глиняном сосуде. И Бог берет эти сокровища и прячет их прямо посреди грязи порой. Прямо посреди недостатков определенных. Особенно, когда ко мне приходят на консультацию, если вдруг так случается, сейчас реже стали приходить. но было время, почаще приходили на про создание семьи. И я вот думаю, что Он изменится. Я говорю, прикинь, а вдруг не изменится? Как? Я Его изменю. Я говорю, фиг вам называется, не получится. Он может остаться таким на всю жизнь. А может помогут врачи, кто-то еще, тебе, если только. Она изменится. Вполне возможно, что нет. И я тебе хочу пророчествовать, вообще нет. Некоторые черты, как заноза будут в заднице твоей. Знаешь, зачем? Чтобы жизнь малиной не казалась. Для смирения дано мне сжало вплоть. Для прогресса веры, для доверия Богу, для того, чтобы учиться видеть божественное. Среди навоза цветы. Чтобы цветы были красивее, навоз нужен. Сейчас вот по дорогам ездишь, особенно за город, навоз продают. Кто-то же его покупает. Знаешь, кто покупает? Кто хочет, чтобы сад свел. Купи навоз. Но тебе он на халяву достался. Из-за твоей супер веры. Потому что ты верил. Итак, Бог прячет этого человека в обычных, таких, как ты и я, чтобы мне спастись, тебе спастись. Сколько раз я какие-то вещи просто на ходу бросал в чью-то жизнь. А я думал, он пастор меня сейчас позовет, он мне скажет это как-то в особой торжественной обстановке. я отошел просто мимо, что-то сказано. Мне говорят, слушай, ты мне тогда сказал, моя жизнь изменилась. Я говорю, когда сказал? Ну, ты мимо проходил, сказал. Вы знаете, мы думаем, что пророки или апостолы, или они должны так служить. Итак, все, остановитесь, театральная целая постановка, ангелы, прилетите, ла-ла-ла-ла, песенки такие запели. Иди сюда, сын. Слово Бога идет к тебе, говоря, что ты избран, кто ты, я, ты, ты, кто я, ты. И у нас должно быть что-то такое фееричное, что-то такое мистическое. Голуби такие полетели, ангелочки с сердечком стали так вот стоят, и еще и на арфах на своих там у тебя в голове просто вау, меня так укрыло, меня так вшторивают люди, которых постоянно кроет. Ты так проповедовал, мне укрыло, укрыло, все время кроет. Меня вот не все время кроет. Я радуюсь, что меня не все время кроет. Я понял, я нормальный, меня не все время кроет. Не от всех песен кроет, не от всех проповедей, не от всех проповедников. Но когда приходит, то кроет. Если не приходит, не кроет. Хорошо, уйдем от этой темы. И завершить я хочу вот чем. Бог взял это, спрятал в человек. Я хочу прожить из одного из пророков, удивительных пророков, Елисея. Библия называет его пророком. И у меня вопрос на засыпку ко всем, кто читал Библию много-много раз. Расскажите мне пророчество Елисея, которое мы изучаем, ну, чтобы его можно было к будущему отнести. Там вообще мало пророчеств. Таких, как у Исаии, Еремии, Иезекиили, Даниили, у Захарии там что-то даже есть. Агея чаще цитируем, как пророка, который что-то предсказывал, и будет, как во дни Иоиля, и зальет Духа моего на всякую плоть. Слава последнего храма будет больше, нежели слава первого. И ты, вау, какое мощное пророчество, я буду жить этим. А у Елисея что? Нету. Нету. Он живет среди народа. Он что-то говорит народу конкретному завтра. Он все время, это особенный пророк, на котором нереально проявляется благодать, спасающая Израиль. И не только Израиль, но и персоны определенные. И вот там есть одна женщина. Она говорит своему мужу, слушай, пророк часто ходит нашей дорогой мимо нашего дома. А что если мы возьмем и построим ему горницу, чтобы он мог зайти отдохнуть, утолить жажду, то есть от жары спрятаться, покормим его, он поспит, отдохнет в нашем доме. И они строят такое место, приготовляют его. И вот пророк мимо идет, они говорят, зайди в наш дом. Мы приготовили тебе горницу, приходи в наш дом. И вот Елисей заходит к ним в дом. Елисей вместе со своим помощником. И вот он отдыхает в прохладе дня, отдохнувший, выспавшийся, поел, отдохнул. И он думает, чем я могу помочь этой женщине? Он спрашивает свою слугу, слушай, а в чем у нее есть нужда? Пойди спроси, узнай. Она говорит, слушай, у меня все проблемы решены, и даже с царем у меня все хорошо. А слуга шепчет, детей нет. И Елисей это с Богом быстро решает. И чудо происходит, она рождает ребенка. Через какое-то время они начинают с мужем дитя, и дитя появляется на свет. И она счастливая, все устроено со всех сторон. он. И вдруг, в какой-то момент это дитя заболело, умирает, практически умер. Она посылает людей, чтобы Елисей пришел, Елисей пришел. Короче, дитя ожило. Убираем все тонкости, детали, чудо происходит. Все в порядке. Это уже второй раз он их спасает. Первый раз от бесплодия, второй раз дитя умирает, он приходит и спасает. Ведь что-то может дано быть Богом в твою жизнь, а потом умереть. И умереть не только физически, но умереть духовно. Возможно, дети были те даны, ты знал, это Богом данные мне дети, а они сегодня сторону мира смотрят. Они сегодня даже не с Богом, они сегодня куда-то в другую сторону идут. И Бог говорит тебе сегодня, я воскрешу, я оживлю, потому что слушай слова пророка, потому что на пророке есть благодать спасти тебя, избавить тебя, освободить тебя, изменить твои обстоятельства. И вот она спасается, ее дом оживает опять. Все в порядке. Следующая история. Пророк, она просто попала в его сердце из-за своего почтения и принятия. Потому что это как то, кто принимает вас, тот принимает меня, принимает меня, принимает пославшего меня. То получается, она приняла пророка и теперь она попала прямо в сердце Божье. Я понял эту вещь. Кто принимает божественный дар, несмотря на человеческие факторы, но принимает божественный дар, тот попадает прямо в сердце Папы. И Бог об этом человеке начинает заботиться через дары по-особенному. И вот уже все в порядке, исцеление есть, и дитя есть, и все живет. И вдруг слово приходит, пойди скажи, пусть с этой земли уходит, потому что голод будет. Он посылает своего помощника, говорит, скажи, пусть собирается, идет в другую сторону жить, потому что будет голод. она слушает, послушай, представь, у тебя там все работает, у тебя семья, у нее там бизнес, она богатая, устроенная была, все в порядке. И тут пророк приходит со словом, представь, какое у ее сердце было почтение, что она сворачивает все манатки, скручивает все свои дела, и на определенное время уезжает жить в другую местность, в другой народ. Она переезжает в сторону филистимлян, и живет там. У меня просто нет времени это читать, поверьте, прочитайте эти тексты, 4 глава, 4 царств, прочитайте их, посмотрите, там все это есть. А потом через время она возвращается, она возвращается, а в это время царь разговаривает с помощником пророка, и говорит, ну расскажи мне истории про пророка, что у него были, или что за чудеса, и он рассказывает ей историю про эту женщину, а в это время эта женщина возвращается, и когда он рассказывает царю, он говорит, так вот она эта женщина, она возвращается, он говорит, вау, а где она была, она там была, а где ее поля, вот ее поля, вернуть ей все за годы, пока ее не было, выплатите ей все, земли ей верните, и пророк опять спасает ее, я хочу, чтобы мы были в сердце у Папы, чтобы мы как дом, как семья, как церковь, были прямо в его сердце, как попасть в сердце Папы, принимай божественные Богом оставленные дары на земле, когда ты их будешь принимать, ты попадешь в сердце Отца, и ты будешь слышать Его чудеса, ты будешь слышать Его предупреждения, Он будет говорить о твоем обеспечении, все, что у тебя украли, вернут, все, что ты потерял, вернется, все, что заболело, будет исцелено, просто нужно понять, что благодать, спасение, избавление, исцеление, продвижение, она находится в Божьем даре, в теле человека, который, возможно, не подходит тебе по твоим взглядам, но Бог прямо в их сердце, я хочу тебя предупредить, не бунтуй против Божьих людей, не надо на них гневаться, не надо про них говорить плохие вещи, принимай Божьего пророка, вы знаете, мы удивительные люди Божьей дары, мы все Божьи дары, но я говорю сейчас о нашей семье, мне вчера я служил в Дивногорске или позавчера, позавчера и вчера мы служили в Дивногорске, я ездил в Дивногорске уже и там, слава Богу за Мишу, что он поднял церковь и она реально расцветает, и вот не пишет девушка одна из церков, пастор видел о тебя сейчас в машине ехал, размышлял о Боге и увидел о тебя и я поняла, что я думаю правильно о Боге, что это были размышления, потому что ты был для меня как знак, а я знаете, я прочитал на ходу это все и у меня тут же откровение, я знаю, я говорю, это произойдет, это будет верой твоей, это даст тебе нереальную веру, то, о чем ты думал, это даст тебе веру, знаете, я сказал это, я не знаю, как это произойдет, но я почувствовал в духе, это было слово как пророческое, которое произойдет в жизни этой девушки, придет время, она будет свидетельствовать о том, о чем она размышляла, стала убеждением ее жизни и перевернула ее жизнь, и вот так часто с нами происходит, с божьими людьми так часто происходит, мы живем этой жизнью, представьте, он просто живет, и он по ходу раскидывает туда это надо сказать, туда это, тут надо просто появиться, тут надо постоять, тут надо просто написать, там еще что-то сделать, а оно начинает двигать что-то на земле, начинает что-то происходить, и вот когда тебе такой вброс дает, как ты на это отреагируешь? Надо принять человека Божьего, просто принять, не озлобиться, не обозлиться, знаешь, мне не все нравится в нем, и мне не все нравится в себе, думаете, мне все нравится? Да я иногда думаю, я бы сам себя слушать не стал, а потом я думаю, а кто я, чтобы судить себя? Судья нам Господь, если Он нас для чего-то призывает, то наша задача выполнять волю Божью, я вот что заметил, даже со мной такое происходит, когда люди меня принимают, в каком бы они городе ни жили, как человека Божьего, что-то происходит с моим сердцем, они как будто куда-то попадают в духе, и я не могу о них не думать, через какое-то время, время от времени что-то приходит, приходят какие-то пророческие слова, какие-то молитвы, какие-то слова в жизни этих людей, мы где-то встречаемся на короткое время, но их почтение того, что есть на мне, оно пленяет, и оно раскупоривает меня, то, что внутри меня спит по отношению к ним, божественно, вдруг просыпается и изливается на их жизнь, я просто представляю, сколько много висит в духе, но если вот просто что-то с тобой сегодня случится, если ты вдруг сопротивляешься, если тебе там сложно принимать, если ты сломишь себе гордыню, амбициозность, и начнешь в смирении, и в послушании, принимать божественную, Богом данную благодать в людях Божьих, как эта женщина, представь, такое выражение скажу, он по сути стал ее карманным пророком, семейным пророком, что бы с ней ни случалось, пророк тут как тут, он как-то себя проявляет, что-то делает, постоянно какие-то чудеса, ни об одной такой женщине в Библии не было так написано, сколько Бог сделал чудес через Елисея в жизни этой женщины, я хочу, чтобы в нашей церкви так было, я хочу, чтобы мы были в его сердце, и чтобы у нас было так чудес, поэтому, все, что мы умели делать раньше, и до сих пор мы в этом культивируемся, мы ищем дары Божьи, признаем их, почитаем их, не смотрим на их плоть, нам много что не нравится, вот что было с Папой Биллом в последнюю поездку сюда, вот почему здесь облако пророческое висит и дальше двигается, его было очень сложно, особенно в последнюю поездку принимать, он физически не ходил уже толком, у него из-за болезни были определенные нервозности, ему было сложно все это, и когда он сюда выходил в этой немощи, он здесь сидел в кресле и служил пророческой команде, он еле ходил, я еще боролся, ходил в мыслях, думаю, зачем в таком состоянии он приехал, я не понимал, у меня мысли такие были, потом я пленял эти мысли, и только когда его уже не стало, я понимаю, как важно было, что он даже в таком состоянии был здесь и отдавал слова, я помню, что он тогда пророчествовал, он говорит, Бог поднимает вас на новом уровне пророческом, помазание усилится, влияние усилится, вы будете организовывать школы, вы будете проводить конференции, он столько навысвобождал, он в мою жизнь очень серьезные вещи говорил, он вышел и сказал мне, Сергей, я буду служить нескольким людям всего лишь, я не могу многим послужить, но помазание сошло, он начал пророчествовать и просто без остановки, налево, направо, из-за почтения, облако пророческое здесь действует, из-за почтения к немощи, к сложностям, но мы приняли и служили, я знаю, на что шли наша команда пророческая, кто был, мы ему сняли номер на четвертом, он не мог туда подниматься, лифта в гостинице нет рядом с храмом, и нужно было его носить, а потом, нам говорят, нет других номеров, и нужно было много чего, я знаю, что прожили наши ребята, которые ему служили в это время, но это все для того, чтобы облако осталось, и дары действовали, и слово звучало, я благословляю каждого из вас, я вижу нас как спящий вулкан, когда они заговорят, произойдет что-то удивительное, жизнь придет, сила придет, стихия вот этого пламени, она невероятного огня божественного, просто Бог хочет разбудить твои дары, как? Он пошлет тебя человека с даром, и будет учить тебя его принимать, почитать, уважать, идти за ним до последнего, отец, спасибо за все дары в церкви, за всех апостолов, кто нам служил, пророков, евангелистов, пастыр, учителей, спасибо за особые сезоны, когда ты давал нам дружбу с дарами Божьими, когда ты нас соединял, давал их в сердце благорасположение к нашему дому, к нашему служению, к нам как пасторам, спасибо Дух Святой за помазание, которое сюда изливалось, за силу Божию, за все дары, мы будем сейчас еще принимать вечерю, я помню, у нас одна была конференция много-много лет назад, она была один день, к нам приезжал наш друг из Африки, и Анселм служил здесь, это было удивительно, и я помню, мы так старались, мы небольшая церковь были, мы так старались быть почтительными, уважительными и гостеприимными, мы из последнего вылазили все, чтобы просто почтить Божий дар, я помню, мы сидим, уже все закончилось, мы сидим на ужине, и он через переводчика мне говорит, говорит, Сергей, тебе больше не нужны никакие посредники, вот тебе мой телефон, мне звони, если хочешь, чтобы я вам служил, тебе больше никто не нужен, не надо ни с кем договариваться, со мной договаривайся, думаю, вау, мы просто почтили, и все преграды, лишние связи, ушли в сторону, и двери открылись личного знакомства, я чувствую, что Бог даст нам личное знакомство со очень многими дарами, через почтение к своим дарам, здесь, в России, Бог откроет нам двери знакомства с великими людьми, я слышу это в своем духе, и сильными будешь делить добычу, так как ты прошел предлежащее поприще смирения, это как Иисус 53 глава Исаии, Он прошел вот это поприще смирения здесь, из-за того, что ты смиряешься и принимаешь, и идешь до конца, Бог говорит, и сильными будешь делить добычу, сильными, знатными, добившимися уже чего-то, то принимает пророка во имя пророка, получает награду, пророк над чем-то трудился, я ни на чем не трудился, я просто его принимаю, я просто его напоил водой, я просто о нем позаботился, я просто его принял и почтил как человека Божьего, и все, что он заслужил в своем служении, на меня изливается по благодати, я не заслужил, но беру и разделяю с ним это, ух, спасибо Иисус, будьте как эта женщина, будьте как эта женщина в Библии, с таким сердцем, с таким почтением, с таким отношением к дарам Божьим, потому что их благодать на них, вы знаете, я никогда не связываю, когда люди говорят, пастор в мою жизнь сказал, вот это, пастор за меня поможет, я не привязываю это к человеку Сергею, я к помазанию привязываю, потому что помазание не мое, оно божественное, Богом дано, дары не мои, Бог не их дал, все остальное, все, это не я, это не человек Сергей сделал, это Бог избрал, и да, человек в теле говорил, да, руки возлагал, да, учил, но из-за Бога, который в нас растет и прогрессирует, Он начинает через нас действовать, поэтому пусть Бог благословит, давайте возьмем вечерю, и я хочу вас пригласить к такой вечерине, смотрите, Иисус пленил плен и дал дары человекам, когда Он умер, Он спустился в ад, в преисподние места, забрал ключи ада и смерти, по сути, Он пришел туда, где в плену сидело все человечество, и Он там взял и открыл все темницы, все темницы открыл, и что Он сделал, Он вывел людей на свободу, но Он не вывел нас на свободу пустышками, Он дал дары нам, Он одарил нас могущественно, мы не просто выбрались никем, мы одарены Богом, и поэтому, когда мы сейчас будем принимать вечерю, обновлять свой завет, я хочу, чтобы ты обновил завет с теми дарами, с тем призванием, с той судьбой, с той миссией, с тем предназначением, которое на тебе есть, как задумка Божья, до твоего сотворения, пусть все проснется, пусть все активируется, все, что возможно, утихло, пусть по-новому взбудоражится в твоем духе, пусть вновь что-то великое начнет тебя манить, мечты, судьба от Бога начнет открываться, поэтому мы не просто всю жизнь будем говорить, меня спасли от ада, меня избавили от каких-то проблем, это мелочь по сравнению с тем, что в тебе и мне должно проявиться, его спасение не касается только убрать мусор из твоей жизни, его спасение, оно имеет двойное действие, убрать сначала мусор, очистить стройплощадку, а на нем построить новую личность, помазанную, благословенную Богом, одарить дарами, проявилось, чтобы в тебе все, что Бог задумал, поэтому давайте будем принимать вечерю, веря, что сегодня день нашей активации всего того великого, что ты еще не знал о себе, тебе даже на ум не приходило, ты даже не мог себе представить, аминь, спасибо за новую жизнь во Христе Иисус.